Доброго времени уток! С вами Арталаски! Сегодня я решил затронуть такую значимую тему, как музыка и звуки для игр. И несмотря на то, что раньше я уже делал видео по этой теме, сейчас уже появилось много новой интересной информации, которая находится в открытом доступе, но далеко не все про неё всё равно знают. И если с музыкой ещё хоть как-то можно разобраться, то за звуками это вообще полное, так как многие даже понятия не имеют, где их взять, откуда их скачивать и какие из них можно использовать в коммерции, а какие нельзя. Ну и собственно на все эти вопросы я постараюсь ответить в этом небольшом видео. Поехали! Первый вариант, который только может прийти в голову, по крайней мере мне, это использование, соответственно, магазинов, где можно эти звуки либо купить, либо скачать бесплатно. И первый магазин, который я взял во внимание, это, естественно, Unity Asset Store. С ним, в принципе, всё просто. Открываем, собственно, магазин и переходим во вкладочку аудио. У нас здесь целых 2090-73 наименования. Здесь очень много всего интересного, качественного, но также очень много платного. Нас сейчас интересуют именно бесплатные звуки, поэтому ставим здесь показатель Free Only. Отлично, теперь всё, что здесь есть, мы можем использовать в коммерции и при этом совершенно бесплатно. Здесь есть как и музыка, так и звуки. И если вы хотите уточнить параметры поиска, то можно выбрать это уже именно вот в этих вкладочках. Например, выберем звуки. Предположим, оружие. И теперь у нас осталось только то, что относится, собственно, к оружию и также с пометкой бесплатно. И к тому же их можно использовать в коммерции. Ну а мы идём дальше. И тут у нас сайт flashkit.com Просто опускаемся ниже и выбираем необходимую нам категорию. Допустим, выберем что-нибудь, связанное с интерфейсами. И увидим тоже здесь много таких вот папочек, на которые здесь всё разделено. Если нажать даже на Next, то откроются уже другие папочки. Точнее, другие звуки из этих папочек. Интересующие вам звуки можно послушать прямо здесь на сайте. И также обращайте внимание на пометку FreeWare. Чтобы скачать интересующий вас звук, нужно нажать на его название. И у вас откроется страница с этим звуком, откуда вы сможете её скачать. Согласен, не очень удобно, но зато бесплатно. Нажимаем Download MP3. Открывается вот такая хренатень. Нажимаем здесь правой кнопкой мыши, сохранить как. У нас открывается такое вот окошко. И в принципе сохраняем его в нужном нам формате под нужным названием. И так делаем со всеми звуками, которые вам здесь приглянулись. Ну что ж, идём дальше. Далее у нас очень даже солидненький такой сайт под названием AudioMicro. А в большинстве своём здесь много бесплатных звуков, но подавляющее количество, конечно же, платное. Однако, я бы не сказал, что они здесь дорогие и в принципе цены особо не кусаются. Зато количество звуков здесь более чем вдохновляет и впечатляет. Например, перейдём во вкладку DURS двери, в которой находится целых 6000 с лишним звуков. Сами по себе звуки здесь как бы не очень дешёвые, почти по 5 долларов за штуку, но есть подписка за 1 доллар. Впрочем, это уже как бы тема для остальных видео, поэтому на этом задерживаться здесь не будем. Но если же вас всё-таки интересуют больше бесплатные звуки, то здесь есть раздел Free Sounds Effect. Выбираем опять же интересующие нас категории и звуки. Прослушать мы их можем также прямо из списка. И скачать можем сразу здесь, нажав кнопку Download Now. Правда, для этого сначала нужно будет зарегистрироваться или авторизироваться под своими аккаунтами социальных сетей. Например, через Google. После того, как вы авторизируетесь, также нажимаем кнопку Download Now и сохраняем. Следующий сайт на очереди у нас freesoundeffects.com Здесь большинство звуков также платные, но есть и бесплатный раздел. Правда, здесь категории многим отличаются от тех, что есть в платных звуках, но тем не менее, здесь тоже можно найти что-нибудь интересное. Здесь тоже всё очень удобно. Можем как прослушать, так и сразу скачать в нужном нам формате. Однако, большинство звуков из этих достаточно олдскульные и для современных проектов, даже для инди и даже для пикселей, они скорее всего не подойдут. К тому же, почти все звуки оттуда можно скачать несколькими архивами с сайта gamemaker.ru. Переходим здесь во вкладку ресурсы для игр и выбираем здесь музыку или звуки. Но нас сейчас интересуют звуки, поэтому выбираем их. Здесь уже для удобства почти все звуки с этих сайтов собраны в отдельные тематические архивы. Поэтому просто их скачиваем и пользуемся на здоровье. Однако, здесь нет никакой гарантии, что вы можете использовать эти звуки в коммерческих проектах. Но большинство из них всё-таки можно. Следующий сайт уже скорее поисковик по звукам, чем его хранилище. Тем не менее, выбираем необходимые нам параметры фильтра и вводим хотя бы ключевое слово, содержащиеся в нашем звуке. Допустим, введем gun. Здесь вообще ничего менять не буду, пусть так и остаётся. И также получаем список необходимых нам звуков. Правда, если я нажму на значок проигрывания, мне сразу предложат его сохранить. В общем, здесь всё достаточно просто и примитивно, поэтому долго останавливаться на этом не вижу никакого смысла. И поэтому переходим к следующему сайту WoW в Librely.net. Здесь достаточно большая библиотека звуков, но также не все из них можно использовать в коммерции. Хотя скачать вы их можете абсолютно бесплатно. Предположим, выберем категорию собаки. И после загрузки кучи рекламы этого сайта, мы наконец дождёмся, пока загрузится список звуков. Мы их также можем проиграть, нажав на вот эти вот треугольнички проигрывателя, появляется вот такое окошко. Если звук вам подходит, то просто нажимаем на большую синюю кнопку «Перейти к загрузке файла». Не знаю, зачем мне сделали так, чтобы открывалась новая страница, наверное, чтобы посмотрели ещё больше рекламы. Но, тем не менее, здесь уже можно её скачать. К слову, всю эту библиотеку сайта можно скачать в одном большом архиве всего за 20 долларов. Размер целых 25 гигабайт. Однако, если здесь содержится именно всё то, что находится на этом сайте, то, мне кажется, покупать этого смысла нет. Так как, опять же, больше половины звуков здесь относительно среднего, а то и низкого качества. Но если же здесь нам предлагают что-то более интересное, то почему бы и не попробовать. Так как, судя по вот этой строчке, на сайте находятся не все материалы. Теперь, что касается музыки. А есть такой небольшой сайт bandsound.com. А здесь можно скачать уже не звуки, а именно музыку. А музыка достаточно хорошего качества, очень приятная на слух. И здесь есть много бесплатных композиций. И есть момент, что эту музыку очень часто используют в играх на Google Play. Если вас это не смущает, то, как бы, никаких проблем нет. Использовать её вы можете абсолютно бесплатно, только если вы укажете ссылку на источник. То есть на вот этот сайт. То есть, например, напишите в своей игре musicbybandsound.com. И никаких претензий к вам не будет. Следующий сайт с музыкой у нас уже идёт incompetent.com. Здесь переходим в размеры Royalty Free Music. И выбираем необходимый нам параметр. А, пожалуй, сначала посмотрим коллекции. Впрочем, здесь есть из чего выбрать. Поэтому, я думаю, вы сможете здесь подобрать что-либо для себя. После выбора одной из коллекций у вас появится такой вот небольшой альбомчик. Нажав на каждый трек, вы можете его послушать. И если эта музыка вам понравится, можете либо посмотреть видео на YouTube, чтобы как-то поддержать автора. Либо скачать mp3 файл. Музыка действует по лицензии Creative Commons. И если вы захотите скачать файл без сжатия, то вас перекинет на сайт Cellify, где вам предложат купить этот трек за 6 долларов. Что для нас, впрочем-то, вовсе не обязательно. Следующий сайт, которым пользуюсь лично я сам, это Epidemic Sound. Собственно, отсюда я беру музыку для своих роликов на YouTube, а иногда и для игр. Нажимаем кнопку Browse Library, точнее даже Library, чертов английский. У нас здесь появляется множество разных кнопочек, альбомов, проектов и всё в таком духе. Но нас сейчас, допустим, интересуют именно музыкальные... Точнее, нас интересуют здесь именно звуки. Поэтому переходим во вкладку SFX. И, для примера, вот они звуки разных голосовых сообщений. Несмотря на то, что это звуки из аэропорта, они подойдутся для какого-нибудь шутера. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Также здесь можно выбрать определенную категорию. Для этого нажимаем на вот эту кнопочку и выбираем, например, Footsteps, то есть звуки шагов. И нам тут предоставляют огромное количество звуков, более чем на 9 страниц. Выбираем просто и скачиваем любой из них. Но если вы не являетесь партнером ULA и вообще вы из P-Group, то, скорее всего, вы так сделать не сможете. Поэтому, чтобы иметь доступ к этой отличнейшей библиотеке с очень качественными звуками, вы можете подключиться к ULA через мою партнерскую ссылку, которая, кстати, находится в описании под этим видео. Ну и, конечно, стоит упомянуть про социальную сеть для композиторов и вообще людей, связанных с музыкой. Я бы не стал здесь искать бесплатные звуки, но, тем не менее, они здесь есть. И здесь есть очень много людей, которые занимаются записью музыки и звуков именно для игр. Поэтому здесь определенно имеет смысл искать себе композитора для проекта, но искать бесплатную музыку и звуки здесь как бы не самое лучшее решение. И, наконец, один из самых таких хороших сайтов, где можно найти много вообще всего бесплатного, не только для, не только, точнее, звуки и музыку, но и вообще арт, модели, текстуры и так далее. Это, конечно же, opengameart.org. Сам я этим сайтом практически никогда не пользовался, но и здесь можно найти много интересного и познакомиться с достаточно талантливыми людьми. Что касается звуков и музыки, то переходим здесь во вкладке Browse на Music либо Sound Effects, соответственно. И здесь тоже уже тонны звуков, точнее всего 853, но здесь как бы такие вот сборки. Например, 512 звуковых эффектов в 8-bit style, то есть что-то для такого пиксельного инди. Или 50 RPG звуков. В общем, всё в таком духе, здесь можно найти много чего интересного. Просто выбираем любой из этих, открываем и скачиваем интересующую нас коллекцию. Кстати, их можно прослушать, нажав на вот эту кнопку. Кстати, что касается 8-bit звуков, есть такой замечательный сайт bfxr.net. Здесь нету такой библиотеки звуков, которую можно было бы скачать. Это онлайн-генератор звуков, на котором можно сделать отдельное видео и даже такой видеогайд. Суть в том, что вы сами можете сделать здесь звуки для своей игры абсолютно бесплатно. И всё в стилизации под 8-бит. Например, я хочу какой-нибудь звук в виде взрыва. Вот у меня появилась база, которую теперь можно уже как бы настраивать. Можно нажимать несколько раз, пока результат как бы не устроит. Вот, например, уже довольно-таки неплохой результат. Используя все вот эти ползунки, можно получать совершенно разные результаты. И, поигравшись немного с настройками, я получил что-то вроде такого. Изменив ещё пару настроек, я получил уже совершенно другой звук. В общем, здесь можно часами залипать в этом онлайн-генераторе и придумывать разные звуки для своей 8-битной игрушки. И совершенно бесплатно их скачивать и использовать в коммерции. Для этого просто нажимаем Export WAV. Тогда мы сохраним именно звук. Если мы хотим сохранить именно все вот эти настроечки, то нажимаем Save to Disk. Вот, в принципе, и всё, что я хотел вам сегодня рассказать касательно темы музыки и звуков для игр. Я рассказал вам, где взять их бесплатно, как их скачать с различных сайтов. Но, тем не менее, мне ещё есть что рассказать. Однако, я оставлю это на следующее видео. Например, как из одного звука получить несколько разных, используя бесплатную программу Audacity. Ну и, если вам будет интересно, то запишу немного забавное видео о том, как самому озвучивать свои игры и монстров для этой игры. Используя собственный голос, простенький микрофон и кучу различных фильтров и настроек. И, если вам это интересно, то обязательно отписывайтесь об этом в комментариях или в моей группе ВКонтакте. И да, ребята, я знаю, как вы ждёте видео по анимации. Но, поймите, сейчас у меня совершенно мало времени для того, чтобы записать качественный хороший урок по анимации. Так как эта тема требует гораздо большего времени и сил, чтобы нормально это всё объяснить и показать. Но, тем не менее, эти уроки обязательно будут и очень-очень скоро. А пока вы можете посмотреть первые несколько видео, как я рисую спрайты для игр и графика за 60 минут. Там я достаточно подробно описывал процесс анимации, как бега, так и других видов движения персонажей. Ссылки на них я также выложил в описании. Ну и не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте, подписываться на мой канал и ставить лайки этому видео. А также делиться им со своими друзьями. Ну и заглядывайте сюда почаще, ведь видео выходят каждый день. С вами был Арталаски. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok